Здравствуйте! В последнее время сразу в нескольких городах нашей страны произошли чудовищные инциденты, совершенные школьниками в стенах своих учебных заведений. Актуальный комментарий прямо сейчас от Иерея Федора Лукьянова. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, вот как-то неудивительно, на протяжении одной недели, 15 числа в Перми, 17 числа в Челябинской области, 18 в Симферополе и 19 января в Бурятии произошли трагедии. Они различного рода, но эта жестокость, вот откуда эта жестокость в молодом поколении? Вы знаете, конечно, это прежде всего вина нас, родителей, потому что сегодня очень часто ребенок, воспитанный в эгоистическом формате, считает себя вершителем судеб. Он не готов принимать вещи, которые считают для себя унизительными, которые считают как-то ущемляющими его собственное «я». Вот в работе с этим собственным «я» и заключается одна из первых миссий родителей, прежде всего христианских родителей, потому что, собственно, наша, скажем, поврежденная человеческая природа, семя зла, которое в нас находится, оно как раз и ставит это «я» на место Божие. После, как мы знаем, грехопадения у человека, действительно, собственно, «я» встал не на том месте, на котором он стоял до этого, и мы фактически уподобились падшему духу в своем состоянии. Поэтому, конечно, ребенок, который себя считает, скажем так, творцом своего мира, своей жизни, которого нет понятия «отца» и в смысле «отца небесного творца», и нет понятия «отца» и в земном смысле, частью, это очень связанные понятия, такой ребенок начинает пытаться самостоятельно решать вопросы таким образом, чтобы его «я» терпел и меньше всего ущерба. Из-за этого он агрессивно относится к окружающему миру, он не умеет любить и пытается решить вопрос силой и насилием. И мы видим эти прецеденты, они были и раньше. Мы знаем известный эпизод семьи Гордеевых в Москве, мы знаем также и другие случаи. Это тоже связано с тем, что в жизни ребенка нету роли отца. О нем действительно можно сказать, что он жертва поклонения самому себе, своим желаниям, своим прихотям. Вот мне не нравится этот преподаватель, пусть его не будет в моей жизни. И он решает этот вопрос. Ему очень часто подсказывает современная среда, да, мы правильно обвиняем и виртуальную реальность, и игры, в которых ты действительно творец мини-вселенной, вот, но вины родителей это не уменьшает. Мы, родители, в ответе за то, чтобы у ребенка на первом месте все же стоял не собственная я, но у христиан отец небесный и, конечно, земной отец у всех людей, потому что почитание отца и матери – это заповедь, которую разделяют люди всех убеждениями. А если родитель уже заметил эту тенденцию, и ребенок находится в таком отрицательном возрасте, в подростковом, как помочь ребенку, как спасти ситуацию? Прежде всего стать ему другом. Не столько ментором, учителем, наставником, сколько другом. Потому что есть мистический возраст духовный – 7 лет, ну, плюс-минус, там, бывает, какого-то в 6 лет, начинается какого-то позже в 8, когда ребенку требуется уже дружба, скорее, с родителями, как со старшим братом и сестрой, чтобы они наставляли его через дружеские примеры, даже через примеры из своей жизни. Ведь до 7 лет мы фактически выполняем функцию воли человека. Помогаем малышу сформулировать вот эти вот интенции, которые есть в его жизни. А после этого мы должны уже переходить на дружеский язык общения и стать друзьями, и это избавит от многих проблем, в том числе и от таких страшных проблем ухода к насилию. Спасибо, Господи. А слава Божию. Дорогие телезрители, это был актуальный комментарий от Иерея Федора Лукьянова. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». ГОВОРИТ НА ИЕЕЕССЯЮЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИЕЕССЯЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИЕЕЕССЯЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...